А в Переславле-Залесском появилась горячая вода почти 5 месяцев. Четверть жителей города, это порядка 10 тысяч человек, была лишена этого блага цивилизации. Причина конфликта двух частных теплоснабжающих организаций. Из-за судов стояли две котельные. Мэр Переславля Денис Кошурников перед первым сентября даже готовился сложить себе полномочия. Если вопрос не решится, но председатель областного правительства Александр Князьков отставку не принял. В июне централизованным поставщиком тепла и горячей воды стало муниципальное предприятие «Спектр». Его создали благодаря финансовой помощи региона. Две проблемные котельные взяли в оперативное управление и они на днях заработали. Чтобы ситуация не повторилась, пояснил Денис Кошурников, будут вестись переговоры о выкупе этих котельных, обслуживающих теплом и горячей водой два микрорайона Переславля в муниципальную собственность. Сейчас мы передали на ответ хранение котельную Чикаловскую молодежную. Единотехническая организация МОК «Спектр» и в воскресенье они приступили к обязанностям. Подали теплоноситель на микрорайоны молодежной Чикаловской. Сейчас идет дополнение систем на основных магистралях, на основной котельной. Предполагаем, что в течение сегодняшнего и завтрашнего дня будет подано тепло на весь город. Споры все вынесены в арбитражные суды. Сегодня население не может быть заложником споров двух собственников. Субтитры создавал DimaTorzok